Солнышко Артём Солнышко Артём Анжела очень гостеприимная и пускает всех в своё дупло, поэтому у неё очень большое дупло. А вот семья бобров Валера и Лена. Валера любит кидать палку, но Лена ему не разрешает, поэтому Валера часто втайне от Лены уходит кидать палку с Анжелой. А это енот Сергей и барсук Филипп. Это очень необычные зверушки, у которых очень странные игры. Они часто ходят друг к другу в гости и месят глину. Давайте же узнаем поближе, как живут эти удивительные зверушки, у которых мы многому можем научиться. Эй, Валера, ты куда так торопишься? Ты что, не слышал, Виталик? Говорят, лиса Лариса наконец-то подстригла кусты вокруг своей норки и зовёт всех на пирог. А я очень хочу попробовать её пирог. Я тоже хочу попробовать её пирог, к тому же я ещё никогда не был в норке у Ларисы. Тогда пойдём вместе. Пойдём. Но только в гости с пустыми руками не ходят. Я, например, чтобы её порадовать, буду кидать ей палку, потому что кидать палку – это весело. А я тогда возьму с собой шишки, чтобы их долбить. Долбить шишки – это тоже весело. Отличная идея! Ведь если мы будем долбить шишки и кидать палку, это получится вдвойне веселей. Да, точно! Пойдём скорее к Ларисе, а то её пирог скоро остынет. А тем временем лиса Лариса закончила подстригать кусты вокруг норки, приготовила пирог и ждала гостей. Привет, Лариса! Как красиво ты подстригла кусты! А ещё я приготовила пирог и даже помазала его маслом, чтобы он вам больше понравился. Подождите, а что это за неприятный запах? Какой запах? А я ничего не чувствую. Ай-яй-яй! Похоже, кто-то не прибрался в норки. Я думала, что просто подстричь кусты будет достаточно. Ммм, какая же ты ленивая, Лариса! Встречать гостей с грязной норкой – это очень некрасиво! Простите меня, пожалуйста! Мы уходим! Мы пойдём долбить шишки и кидать палку к белке Анжеле! И вы даже не попробуете мой пирог? Что-то перехотелось! Лисичке оставалось только сидеть и грустно ковырять свой пирог. Но вдруг… Привет, Лариса! Почему ты такая грустная? Ко мне никто не ходит в гости, потому что в моей норке не прибрано! Я знаю, как тебя развеселить! Я угощу тебя своей морковкой! И тебе всё равно, что в моей норке не прибрано? Не волнуйся, Лариса! Моя морковка тоже не помыта! Фу! Как неприятно выглядит немытая морковка! Теперь я понимаю, почему Италику и Валерии не понравилась моя грязная норка! Пока, Рубен! Я пошла чистить норку! И ты даже не попробуешь мою морковку? Что-то перехотелось! Вот так, дети! Эта история должна научить вас тому, что грязнули никому не нравятся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова